Мы работаем в прямом эфире 434-3477. Это телефон для того, чтобы вы в прямом эфире могли дозвониться к нам в студию и сказать о том, вы вообще как-то попадали в руки мошенников, а не к вам. Или не попадали, может быть. Или не попадали, но, может быть, ваши знакомые. Ситуации могут быть абсолютно разными, как вы вели себя в этой ситуации. Нам интересно ваше мнение. Сталкивались ли вы с мошенничествами в том или ином виде? 434-3477. Телефон свободен. Начиная с этого мгновения можно звонить, рассказывать свои истории. Потому что если вы об этом расскажете, может быть, другие наши зрители, кто это увидит, как-то скорректирует свое поведение, ваш полезный опыт применит. И стесняться этого не нужно, потому что все мы люди, все мы можем ошибаться. Кстати, по статистике, в последнее время мошенники все чаще звонят молодым людям. Именно молодые люди ловятся на эту удочку. Так что не надо говорить о том, что только пожилые люди могут вестись на уловки мошенников. Абсолютно разные возраста. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем несколько тем отвлечься, посмотреть несколько красивых кадров. В Нижнем Новгороде, в Нижегородском Кремле появилась копия, собственно, старинной нашей крепости Нижегородской. Может быть, кто-то видел, кто-то еще не дошел до самого центра столицы Приволжьего. Для тех, кто еще пока только собирается, мы покажем несколько кадров, как же выглядит макет Нижегородского Кремля. Продолжение следует... Вот так красиво в Нижегородском Кремле сейчас. Вы можете прийти, посмотреть на макет, прогуляться по Кремлевской стене, которая сейчас открыта для посещения. Но мы сейчас переходим к вашим пожеланиям, к вашим обращениям, как улучшить Нижегородскую область. Вот что нам прислали. Значит, с некоторых пор в Нижнем Новгороде есть вечный закат. Имеется в виду свечение, которое видно на Борской стороне практически из любой точки Нижнего Новгорода, с верхней части города. Уж точно те, кто смотрит Нижегородское телевидение, знают, о чем речь идет. Там теплицы размещают. Так вот, местные жители написали большое обращение в самые разные инстанции. Здесь и прокуратура, и даже администрация президента просят разобраться, как же так построили теплицы прямо в самом центре частного сектора. Спать невозможно. Работают теплицы практически круглосуточно. Сейчас темнеет рано. А для того, чтобы теплицы функционировали нормально, нужно, чтобы свет был постоянно. Вот такое око с урона засняли нижегородцы. Красиво. Ты, кстати, хотел накануне вечером посмотреть, а как из окна твоего дома? Видно, не видно? И что ты увидел? Я вижу каждый день практически это. Но сейчас, кстати говоря, предприятие, которое теплицы вот эти самые построило, скорректировало, очевидно, график работы, потому что в полночь они теперь включаются, и до 6 часов утра работают, и вечером предыдущего дня совсем короткое время, когда можно уйти. То есть таких вот вечерних уже светопредставлений с верхней части Нижнего Новгорода не так часто их можно увидеть. Но я постараюсь. Если у меня получится возможность такая быть, я заберусь на 25 этаж. Ну, то, о чем говорят жители Бора, действительно заставляет задуматься и заволноваться, потому что людям тяжело живется вот в такой светлой фазе. Светлые искусственно созданы, они, естественно, природой, и животные реагируют как-то странно. Петухи, особенно, да, они не понимают. Петухи просыпаются в 8 вечера и начинают кричать, как будто бы это 6 утра, дети не могут заснуть в определенное время, животные, которые на скотном дворе, также начинают волноваться. Не знаю, насколько это объективно, но жители Бора задают один вопрос. Можно ли как-то повлиять на ситуацию и изменить график или, может быть, мощность света? 16 гектаров теплицы, ее нужно освещать. Ну, огурчики с помидорчиками хотите в зимнее время кушать? Это уже совсем другая история. Будем следить за развитием этих событий, если что-то станет известно, конечно, вам расскажем. Ну, а вот следующее наблюдение, которое нам прислали в группу ВКонтакте «День за днем Нижний Новгород», называется сообщество именно так. На Покровке появился гигантский Горький, огромная ростовая кукла, привезена в наш город как иллюстрация к театральному фестивалю имени Горького. Значит, посмотрите, как это выглядит. Правда, многие прохожие не узнают Горького, некоторые думают, что это Михаил Боярский. Похож, да. Ну, что-то общее имеется и от одного, и от другого персонажа. Но фестиваль театральный закончится в театре драмы имени Горького. Разберут. Закончится, наверное, и поход этой ростовой фигуры. Но, тем не менее, вот приезжие, кто гуляет по Покровке, подходят, здороваются за руку, фотографируются. Есть что-то в этом. Многие, кстати, смотрят в прищур Алексея Максимовича, да, вот этой ростовой куклы, и им видится там Никита Михалков. Уж я не знаю, насколько так вот ассоциативная модель работает, но кто-то говорит, что то Боярский, то Михалков, а это на самом деле Горький. Ну, приходите на Покровку вечером, сами все увидите. Есть еще одна история, которая имеет положительный конфликт, конец конфликта, если конфликт вообще существовал. Напомню, накануне мы показывали вам одну из жалоб на маршрутку номер 300. Ездит она от метро Пролетарской до города Кстова. Те фотографии, которые прислал наш телезритель, действительно печальные. И, что приятно, нам ответило Министерство транспорта. Они сказали о том, что контроль за техническим состоянием возложен на ГИБДД. По действующему законодательству сроков, регламентирующих год выпуска машины, сейчас нет. Лишь бы автобус был исправен. В Нижнем же ходит столетний трамвай. Так и написали, кстати, в Министерстве транспорта. Мы передадим ваше обращение в госавтоинспекцию, чтобы сотрудники обратили внимание на подвижной состав. Особенно те автобусы, которые выезжают на этом 300 маршруте. К чему мы это все, друзья? К тому, что когда вы пишете в наше сообщество день за днем, Нижний Новгород, так оно называется, некоторые ваши обращения получают реакцию практически моментальную в условиях нашего с вами, знаете, такого вот цифрового перехода, цифровой трансформации. А это значит, что нужно присылать свои фото и видео нам в группу, адрес мы уже показали и рассказали. Ну и также звонить нам по телефону 434-3477, это прямой эфир, и что-то, может быть, спросить у нас, может быть, оставить какое-то пожелание, попросить решение в содействии вопроса, или ответить на главный вопрос, который мы сегодня задаем в этой студии. Мошенники, можно ли им противостоять, и как не попасться на их удочку? Именно об этом говорить мы будем в течение ближайшего эфирного получаса. Продолжаем обсуждать тему, вот теперь о мошенничествах, которые бывают самые разные, и, как ты, Оксана, заметила в разговоре, молодеет сейчас мошенничество телефонное. Если мы заглянем в поисковики Яндекса, например, любой поисковой страницы, Google возьмите, забейте мошенничество, телефонное мошенничество, увидите огромный пласт информации, который не помешает почитать, посмотреть лишний раз, для того, чтобы знать, как действуют мошенники, чтобы на их удочку не попасться. Давайте попросим нашего режиссера показать один из последних заголовков. Мы видим, что в Центробанке заявили, вот заголовок от 19 октября, что телефонное мошенничество лидирует среди методов злоумышленников. Об этом заявил зампред правления Станислав Кузнецов. Он также обратил внимание, что аудитория, которая попадается на уловки телефонных мошенников, она помолодела. На самом деле, проблему признают на самом верху, и уже много времени в средствах массовой информации, и с высоких трибун говорят о том, что да, вот есть такие-то виды мошенничества. Оперативно средства массовой информации в нашем лице об этом рассказывают. Но почему-то вот не уменьшается количество, я не знаю. То ли схема какая-то безотказная совершенно, то ли новые извороты какие-то. Давайте посмотрим на последние такие топ-мошенничеств, которые фиксирует МВД. Они называют шесть, но мы назовем топ-три. На первом месте находится обман с сообщением о родственнике, когда вам звонят и говорят о том, что кто-то из ваших родственников попал в беду и готовы решить проблему, как только вы заплатите какую-то определенную сумму. Это только первое, но в топе номер один. Есть и второй вид мошенничества. Да, телефонный номер-грабитель. Человеку на телефон приходит смс, как казалось бы, все нормально. А в смс-ке один текст просьбы перезвонить на номер. Мы, как люди, завязанные на смартфоны, на вот эту всю информационную историю, начинаем перезванивать в ответ, и вуаля, денег у нас уже не остается. К сожалению, бывает и такая история. И закрывая топ-три, это следующее сообщение, когда вам приходит какая-то ссылка в виде смс-ки и просят по этой ссылке перейти, мол, там очень интересная и полезная информация. Например, вам выплата какая-то пришла сейчас очень модно, или какой-то возврат налога. Пособие, да. Или пособие, да, все что угодно. Но как только вы переходите по ссылке, считайте, что вы попались на удочку мошеннику. Мы попытаемся разобраться со всеми этими вещами, да, и с тем, как сейчас динамика складывается. Конечно же, с правоохранителями прежде всего. И с нами прямо сейчас на видеосвязи заместитель начальника 5-го отдела уголовно-русско-головного управления МВД России по Нижегородской области, Олег Тарасов. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как часто вы фиксируете действия мошенников? Я даже думаю, что ежедневно, но сколько таковых обращений в сутки? Примерно. Ну, где-то в сутки получается у нас штук 15-20. Ну, то есть, по-прежнему можно сказать, что сегодня по-прежнему, да, именно вот эти вот мошенничества, бесконтактный телефон, они продолжают оставаться самыми популярными, да? Конечно, да. То есть, если брать у нас статистику за 9 месяцев, то из общего числа всех преступлений, а их у нас совершено было 31 067 преступлений, так вот, мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекомендиционных технологий, было зарегистрировано 3744. Это 27% от общего числа преступлений, к сожалению. Кто чаще всего страдает, Олег Владимирович? Это люди пожилого возраста. Пенсионеры у нас, как правило, люди более доверчивые. Дверь открывают легко и на звонки попадаются легко. Или молодое поколение тоже не отстает от старшего? К сожалению, мы наблюдаем разные категории возрастные потерпевших. Это и молодежь, это и люди среднего возраста, это люди и пенсионного возраста. Я просто хочу сказать, что, скажем так, мошенники обладают очень, ну, используют такие методы обмана. Это как социальная инженерия, то есть они очень хорошо втираются в доверие, сыпят различными терминами. Вот. Поэтому они, ну, как бы, я бы сказал, что гипнотизируют человека. Вот. И используют, конечно, страх. Страх это, скажем так, потерять свои денежные средства. На этом они играют. И, естественно, под их диктовку человек, якобы, спасая свои денежные средства, на самом деле их теряет. Ну да, действительно. Они очень хорошие психологи. Они могут подобрать те слова, которые влияют на наш разум. Да. Была даже история, когда бабушке позвонили телефонные мошенники, довели ее до банкомата. Она с телефоном дошла, начала снимать деньги. Тут же подошли сотрудники полиции, не помню, в каком это было регионе, начали бабушку, собственно, отговаривать. И, причем, бабушка не верила сотрудникам полиции, а продолжала слушать голос, который говорила, что делают телефонные трубки. То есть даже такие случаи бывают у нас. Олег Владимирович, действия мошенников меняются со временем? Потому что мы понимаем, что какие-то методы уже не работают. Потому что вы, полиция, мы, средства массовой информации, так часто говорим, что им просто приходится расти даже над теми усилиями, над тем, что они делают. Что-то меняется? Ну да. Да, надо понимать, что наши организации, это финансово-кредитные организации, они тоже, скажем так, совершенствуют свою систему безопасности, сохранения банковских вкладов и так далее, денежных средств граждан на счетах. Поэтому мошенники пытаются обойти эту систему безопасности. Ну, например, сейчас очень распространено, когда они убеждают гражданина в том, чтобы снять эти денежные средства и самому эти денежные средства перевезти куда-то. Ранее эти методы, они как бы использовались, ну, реже. Ранее, раньше мошенники просили сообщать им какие-то коды, пароли. Еще немного упрощает себе работу, получается, таким образом. Да, но поскольку система безопасности финансово-кредитных учреждений, она совершенствуется, естественно, такой уже метод перестает действовать, деньги не уходят к мошенникам. Поэтому они избрали самый такой легкий метод, это убедить гражданина снять свои... И самому положить на тот счет, на который необходимо. Ну да, поди докажи, что потом... Поди докажи, да. Или взять кредит. На имя определенного человека. Прекрасно. 434-34-77. Олег Владимирович, у нас есть в прямом эфире телефонный звонок, возможно, кто-то из него... Хочет истории поделиться или задать вам вопрос. Добрый день, мы готовы с вами пообщаться. Добрый день. Алло, здравствуй. Да, мы в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина Борисовна. Да, Ирина Борисовна, пожалуйста. У меня вот такой вопрос и одновременно ответ получился. Я думала, что, ну, как говорится, самые умные, самые грамотные. Вот мне скажут, назовите свой счет. А я придумаю цифры из потолка. И все, я их обману. Так. И ничего не... Вроде у них не получится. Так. Задним умом я пошел... До меня дошло, по теории вероятности. Так ведь это ведь номер-то может быть чей-то... Я ведь попаду не пальцем в небо, а на чей-то номер. Это правильно вы замечаете. Но если вы еще называете вот те три цифры, которые на обороте, CVC-код так называемый, он еще должен совпасть. Но это прям один на миллиард, наверное. Ну да, но нет, а я и говорю, если я... Из потолка просто я вот назову, там, 5-8... И все совпадет. И так далее. Да, да, да. Ирина Борисовна, ну а вы сталкивались с мошенниками, до вас пытались дозвониться, убедить вас перевезти какие-то деньги куда-то родственникам? Слава богу, нет. Счастливый человек. Пусть так и будет. Дай бог, чтобы таких звонков не было. Спасибо за звонок. Да, Ирина Борисовна. За звонок в наш эфир. Олег Владимирович, как можно еще нижегородцев предупредить, для того, чтобы они не попадались к мошенникам? Ну, во-первых, если вам звонят и представляются сотрудниками банков, во-первых, не надо разговаривать, сразу прекратить разговор и сразу же перезвонить по тем доступным номерам в интернете. и набрать этот номер оператору и поинтересоваться, в чем проблема. То есть не надо выполнять никаких действий лиц, которые звонят вам и представляются сотрудниками банка. Вот это, наверное, самый главный совет. Олег Владимирович, еще... Не продолжайте разговор. Давайте скажем так. Просто не продолжайте разговор. Положите трубку, как всегда говорят психологи. Подумайте пять минут. Кому надо, тебе перезвонят еще раз. А вы за пять минут сможете принять верное решение. Олег Владимирович, вот мы к сегодняшнему эфиру получили такое новое, свежее сообщение в мессенджерах. Мы попросим сейчас его показать на экран. Рассылается в Вайбере, в Ватсапе, в ВКонтакте и так далее. Новый вид мошенничества, якобы предупреждают людей о нем, что на телефон звонит некий номер абстрактный, да, и просят во время разговора нажать циферку один. Ну, не знаю, все, что угодно могут предлагать. Сейчас очень современный вопрос, была ли у вас прививка от ковида. Если вы отвечаете «да», нажмите кнопку «один». И дальше говорят о том, что телефон блокируется, ваш телефон блокируется совсем, просто становится кирпичом, а мошенники могут делать с ним все, что угодно на расстоянии. Ну, очень часто к телефону привязаны банковские карточки и все остальные возможности банковские, и они могут делать все, что угодно. Звонят на телефон, нажимают один, и телефон блокируется. Или это фейковая новость. Да, что-то такое было, обращались с таким уже в полицию кто-то. Да, дело в том, что вот именно о таком способе мошенничества к нам не обращались граждане. Поэтому по данному поводу я комментариев затрудняюсь здесь. Хорошо, спасибо. И вообще сомнительно, что такой способ существует. Есть способы, это когда, скажем так, заставляют оформить какую-то подписку. То есть человек, сам того не зная, оформляет какую-то подписку платную, да, допустим, и у него там начинают деньги списываться с расчетного счета, с карты. Но вот именно, чтобы именно такой был способ мошенничества, к нам в полицию граждане не обращались. Олег Владимирович, в завершении еще один вопрос. Вы за себя уверены, что вас мошенники не проведут? К сожалению, сталкиваясь каждый день и вообще, как бы, читая оперативную сводку и проводя определенные мероприятия по розыску данных мошенников, к этому уже относишься, как бы, ну, настороженно и ты уже на чеку. Вот. Поэтому предупрежден, значит, вооружен. Отлично. Олег Тарасов с нами был на связи. Зам. начальника 5-го отдела ГУВД по Нижегородской области говорили о том, как предотвратить действия мошенников, если вам позвонили, постучали, написали. Самое главное, будьте всегда на чеку. 4-3-4-3-4-7-7. Телефон прямого эфира. Можете последовать примеру нашей телезрительницы Ирины Борисовны. Также дозвониться, просто какие-то свои даже соображения по сегодняшней теме высказать или рассказать, было ли у вас столкновение с мошенничеством. Причем, независимо от того, как оно закончилось, нам интересно, насколько это действительно распространенная проблема среди наших телезрителей нижегородских. Ну, а чтобы этот блок красиво завершить, посмотрим еще один информационный ролик, для того, чтобы все в голове прописать, продумать и быть на чеку. Телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация — вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентам. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Стоп-спам. Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением защитить от спама. Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Вот такие ролики можно видеть в самых разных средствах. Массовую информацию вообще на транспорте показывают. Но ролики это ладно. Пока вот со своим примером не столкнешься. Знаешь, когда у нас коллеги из программы «Экипаж» показывают рубрику «Внимание, мошенники» и называют цифры, сколько действий мошенники совершили У Оксаны округляется глаза всегда. Сколько сумма какая сняли со счетов нижегородцев. У меня округляются глаза. Практически в ежедневном формате это несколько миллионов рублей только по Нижегородской области. Казалось бы, достаточно вот этой рубрики для того, чтобы все были очень внимательны. Евгений Алексеевич дозвонился к нам в прямой эфир 434-3477. Напомню, говорит, что рад видеть программу день за днем в эфире телекомпании «Волга». Удачи вам, успехов. Спасибо за это. И говорит о том, что лучшие средства от мошенников не иметь пластиковую карту. У меня нет карты и все хорошо. Если все так было хорошо, к сожалению, с этим сложно. От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин. Такие пока заголовки. Причем, знаете, наличие или отсутствие пластиковой карты не всегда, к сожалению, является залогом, как мне кажется, спасения от таких разворотов. В рамках этого опроса нас спросили, как часто вам звонят подозрительные лица и организации, которые потенциально можно отнести к телефонным мошенникам. И дальше получился вот такой разрез. Больше всего, это почти четверть, 23%, несколько раз в месяц получают такие звонки. Чаще всего это люди старше 45 и у кого ежемесячный доход от 30 до 50 тысяч рублей. В общем-то попадает в самую сердцевину россиян. Но был задан еще один вопрос, приходилось ли вам становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги. И дальше получился вот такой расклад. Ну вот один раз 11% столкнулись, да, если в целом несколько раз только 5%. То есть есть люди, которые последовательно на одни и те же грабли вставали. 5%! Таких немного, но они есть. Но 84% говорят нет, не приходилось, и мне кажется, лукавят люди. Лукавят. Может быть, не дошло дело до перевода денег, так или иначе. Можно ли остановить все вот это телефонное мошенничество, что нужно сделать, и почему новые способы все появляются, появляются. Обсудим прямо сейчас с аналитиком компании Telecom Daily, Денисом Кусковым, он с нами на видеосвязи. И сейчас, Денис, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, Денис, ну вот мы каждый раз говорим об этом вот в таком виде мошенничества, как телефонное, бесконтактное. Только что был представитель МВД, который сказал, что настолько мошенники уже проще поступают. Они даже цифр не требуют. Они просто убеждают человека, которому звонят, чтобы он сам деньги куда-то перевел. Вот это невозможно остановить, получается. Ну, надо понимать, что там раньше советские времена были наперсочники, тогда не было смартфонов. Сейчас смартфон находится у каждого на руках. И, конечно же, такой вариант развода, он является наиболее, так сказать, для них приемлемым. Нужно понимать, что здесь, как, знаете, в продажах есть воронка продаж, также здесь есть воронка на перевод средств, то есть из 100% разосланных смс, либо звонков, где-то 5% это люди, которые откликнулись, и там 1-2% те, которые совершили перевод финансовых средств. И деньги, получается, весьма хорошие. Денис, а правда ли говорят, что можно на телефон совершенно случайно, незатейливо установить такое приложение, которое будет следить за всеми твоими действиями, а более того, и информацию о тебе отправлять мошенникам? Ну, а здесь, смотрите, если вы телефон никому не даете, и у вас нету какого-то вируса, который был специально у вас установлен путем, допустим, присыла почты, а вы перешли по этой ссылке, то такое возможно. Конечно же, так сказать, без вашего там ведома, если вы не даете куда-то в руки другим людям телефон, и у вас стоит антивирусное ПО, и вы не заходите на какие-то сомнительные сайты, то, скорее всего, такое невозможно. Но все-таки как-то цифровая гигиена здесь важна для тех, у кого уже смартфон, а кто-то просто покупает обычный телефон, вот этот, да, в народе лапочка, который называется. Денис, еще вот такой новый вид мошенничества мы предвкушаем, возможно, мы пытаемся сегодня разобраться, потому что такое сообщение приходит многие чаты нижегородцев, сейчас вот еще раз попросим его показать. Суть такова, звонит номер телефона, абстрактному человеку спрашивает, и голос говорит, если вы привились от ковида, нажмите кнопку 1. Человек, например, нажимает, и дальше якобы у него блокируется телефонный аппарат, к нему нет доступа, зато есть доступ у мошенников, которые удаленно могут с этим самым смартфоном, телефоном делать все, что угодно, вытаскивать абсолютно любые данные. Вот представитель полиции несколько усомнился, что такое возможно, и нижегородская полиция пока не фиксирует таких случаев. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, смотрите, тональный набор присутствует у многих операторов, вы дозваниваетесь, набираете добавочный номер, но чтобы, как сказать, при вводе тех или иных цифр у вас блокировался телефон, ну, как-то это очень странно, по той причине, что все-таки это значит, есть у нас двумышленников доступ к операторской инфраструктуре, а операторы бы это увидели и исключили подобное развитие событий. То есть, скорее, это, что же называется, фейк сейчас, да? Чем какой-то... Я, как сказать, это не видел, к счастью, наверное, вот, но сомневаюсь, что это возможно в таком варианте. Денис, а до вас дозванивались мошенники или писали какие-то сообщения, на которые вы могли бы повестись? Ну, как я сказал, то есть, естественно, учитывая, что я там уже столько лет работаю в этой отрасли, я там стараюсь не переходить на какие-то там сайты, которые приходят в письмах, которые я не знаю, там, или открывать zip-файлы. Звонки, естественно, происходят, там вот, там типа Сбербанка, ВТБ, причем, кстати, даже если у меня нету ВТБ счета, к примеру, просят рассказать, но я практически сразу парирую, так сказать, и не отвечаю на эти запросы никаким образом. Ну, кроме этого, есть еще масса вариантов развода через социальные сети, когда вы там состоите в какой-то той или иной группе, даже помощи, там, не знаю, обездоленным, животным, там тоже, в общем-то, достаточно хорошо разводят. Спасибо. Спасибо за комментарий в эфире. Денис, сейчас в каком городе такая хорошая погода, хочется спросить в завершении нашего интервью. Это Роза Хутор, Олимпиада. Роза Хутор, замечательный место. Спасибо. Хорошего вам отдыха и спасибо, что согласились пообщаться с нами, несмотря на то, что нерабочее время для вас сейчас. Мы сейчас посмотрим еще один ролик, и давайте все это как нашему коллеге, казанскому журналисту, дозвонились мошенники. К сожалению, не будем все слушать интервью на просторах Вы просто послушайте, как уверенно женский голос, какие слова используют для того, чтобы выдать себя за сотрудника банка. Вот насколько мы привыкли, да, вот этот казенный вот этот слог. Давайте посмотрим. Вас приветствует департамент службы безопасности Сбербанка России. С вами связывается старший специалист Садовская Александра Дмитриевна. В экстренном порядке в систему безопасности нашего банка поступил запрос, что по вашим персональным данным была попытка регистрации карты кредитного образца в ВТБ банке. Скажите, сами ранее свидетель ВТБ банка связывался? Подождите, еще раз, что, как ВТБ, Сбербанк, как это связано? Еще раз. Подписал запрос от банка ВТБ. Так. А то, что без вашего ведома и согласия была попытка регистрации карты кредитного образца в ВТБ банке. Так. ВТБ банк, в свою очередь, подал запрос на проверку сохранности ваших расчетных счетов, поскольку была зафиксирована компроментация ваших персональных данных. Угу. Также уточните, с вами ранее связывались, вам предоставили данную информацию? Кто? Представитель ВТБ банка. Да. Данная информация была зафиксирована. Также на данном этапе нашего разговора, скажите, у вас есть предположение, откуда могла произойти утечка ваших персональных данных? Нет. В таком случае мне необходимо уведомить вас о том, что будет открыто внутрибанковское расследование по данному поводу. То есть мы выясним, откуда произошла утечка ваших персональных данных и кто таким образом пытался оформить на вас карту. На данный момент главное это уточнить. Вы в последнее время лично предоставляли ваши паспортные данные третьим лицам? Нет. Также скажите, вы ранее в микрофинансовых организациях обсуживали? Нет. Не нужно продолжать разговор с теми людьми, которых вы не знаете. Номера телефонов, которые вам не знакомы. Положите трубку. Однозначно звонят мошенники. И буквально только что появилась информация о том, что профессор РГГУ лишился квартиры после общения с телефонными мошенниками. Ученый Игорь Яковенко подписал документы о продаже жилья после телефонного звонка. Мошенники представились работниками Центробанка и убедили профессора в необходимости сделать это, то есть продать свою квартиру под предлогом помощи в расследовании. Пожилой человек повелся на удочку мошенников и сейчас остался без жилья. Вот неважно, кто вы. Журналист, полицейские, ученые, кто угодно. Простой человек. Вы не застрахованы от таких звонков. Но мы надеемся, что сегодня в программе «День за днем» вас предупредили. Вы стали чуть-чуть информированнее и чуть-чуть грамотнее в этом вопросе. Ну а завершим наше сегодняшнее повествование в программе «День за днем». Небольшой видеоэкскурсии в музей, который вас отбросит назад в хорошем смысле этого слова. Игручный музей «Назад в счастливое детство». В Нижнем Новгороде, Нижегородской области вернее есть. Давайте посмотрим, что это. Субтитры сделал DimaTorzok День за днем. 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 Продолжение следует...